Доброе утро всем! Сегодня у нас в гостях представитель Украины на конкурсе «Новая волна» 2011 года, певец Коля Сергеевна. И поехали. Первый вопросик задает Дашуми. Привет, Дашуми. Привет, Колян. Видела тебя сегодня в подъеме в Белой церкви. Приятно вставать утром по твой голос. Коля, расскажи, где сейчас проходят концерты, как готовишься к «Новой волне»? Группа твоя будет ехать с тобой на «Новую волну» или будешь петь один? Привет. Да. Рад, что кто-то все-таки видел это фиридичное начало сегодняшнего дня в городе Белая церковь. На «Новую волну» будем ехать группой, да, потому что это уже колес РГА, это уже не сольный исполнитель, колес РГА, это уже группа. То есть там, где вы слышите, что сегодня у нас там в городе выступает колес РГА, это значит, что вы увидите не одного, а пять бородатых и выспанных фонючих моментальных мужчин. Что там было? Как готовимся к «Новой волне»? К «Новой волне» готовимся успешно. Сейчас выбираем мировой хит, уже выбрали песню страны, песню, которую будем исполнять собственного написания, это будет песня про «Новую волну». Хит страны взяли, как бы единственный, собственно, хит в стране, это песня «Попытка номер пять» замечательного симфонического коллектива «Виагра». И, в принципе, с мировым хитом пытаемся определиться, я думаю, на днях уже определимся. Концерты, в ближайшее время у нас концерт в Киеве, в клубе 44, это будет 30 апреля, приходите. Там все под довольно доступным ценом, даже очень доступным ценом, так что вы можете на нас поглазеть, если у вас есть таковое желание. Так, хочешь ли ты после «Новой волны» поучаствовать в «Евровидении»? Есть ли такое желание? Не знаю. Честно говоря, «Евровидение» — это такое больше экзотическое мероприятие для тех звезд, которым уже, кажется, шире месяца, которым уже за 30, как мне подсказывают. Но «Новая волна» мне нужна, вернее, нам нужна не столько как способ доказать или проверить, кто лучше, кто хуже, сколько заявить о себе в странах СНГ. Потому что с нашим форматом музыки сейчас в Украине работать довольно сложно. Украина вообще специфическая страна, и лучше всего там восприниматься те, кто уже довольно хорошо воспринимается за ее границами. Поэтому, я думаю, мы сейчас благодаря «Новой волне» рванем в России и в близлежащих государствах, а после начнем активно гастрольничать и концертовать на территории Украины, Белоруссии, России и, возможно, даже немножко в Бельгии. Там просто продают кассеты с «Новой волны». Аудио. Следующий вопрос от Кэр. После «Новой волны» ты продолжишь тур по городам Украины, и будешь ли ты в Донецке выступать? Дело в том, что я не буду продолжать, я его, наверное, начну. Тура, как такового, не было. Были просто два, вернее, концерты были в основном в Киеве. И вот один концерт был в Одессе 1 апреля. А так мы, из-за того, что люди не сильно знают о нашем продукте, о том, что мы делаем, мы не ездим по городам, пока сильно о себе не заявим. Так что, я думаю, после «Новой волны» вы нас увидите не только в Донецке, но и в Донецкой области. Вот так вот. Так, Марина. «Пет, Коля, нравится ли тебе, когда тебя узнают на улице, просит автограф, или ты предпочитаешь, выходя на улицу, одевать черные очки и сливаться с толпой?» Мне почему-то очень нравится, меня удивляет, когда люди считают, что надев черные очки, они начинают сливаться с толпой. Особенно в какую-то пасмурную погоду, зимой где-то. Но они все равно, вот, как-то одевают очки, думают, что их никто никогда не узнает. Наверное, нравится. Ну, опять же, есть различные моменты, есть, когда тебе... И опять, не только момент, не только удобность самого МИГа, но и как бы у вопрошаемого, вернее, вопросителя, внешний вид и, собственно, настроение, оно тоже играет большую роль. Если к тебе где-то там в кафешке ты сидишь, пьешь чай, подсаживается красивая девушка и говорит, «Извините, пожалуйста, не могли бы вы мне написать автограф?» То это, конечно, приятно. Ну, если где-то в метро, либо там... В общем, где-то в момент твоей спешки к тебе подбегает какой-то полупьяный, либо отсидевший, либо отслуживший паренек, и говорит, «Слышь, Вась, дай автограф! Ты же этот чувак с фабрики по телеку тебя видел, дай автограф, шок падлу!» Такое, конечно, очень неприятно. Так что сложно однозначно ответить на этот вопрос. Скажи, что ты любишь яркие там? Я люблю яркие там. Зачем сказать? Ты же не любишь яркие там. Это тараканы любят яркие там. Тогда они не знают о приближении смерти за благовременно. Следующий вопрос от Лены. В шоу спевая, в шоу можешь, нужно было пить в непривычных условиях. Коля, что для тебя было большим экстримом? Я не знаю, по роду своей службы часто приходится петь в непривычных условиях. Вот сегодня в подъеме было вообще петь не очень удобно. Во-первых, звуковые сопровождения были немножко ниже среднего, было все очень плохо слышно. Во-вторых, была очень смешная ситуация. Вот я только что рассказывал девчонкам, которые здесь сидят. Это уже не относится к пению в сложных условиях. Просто к сложным условиям. Когда закончилось мероприятие на этой сцене, со сцены мы с педаном начали спускаться. И там паренек какой-то, Максим, его представляли. Он из службы оцепления. У них типа несколько человек, которые сопровождали ребят по ходу спуска со сцены и до машины. И в общем, почему-то у них такая выборка шла. Кого они сопровождают, кого нет. И как-то мы с педаном спустились одновременно. Они его окружили. Получилось, я сзади этой всей фигни. Я пытаюсь стиснуться в этот круг, который сопровождает. И меня этот на оттуда вытолкнул. Конечно, было очень удивительно. Это просто из серии накипевшего. То, что ты сейчас с языка, как говорится, горячее сорвалось. А вообще, петь в сложных условиях. Да часто такое происходит какое-то. Бывает, что выходишь петь в минус 10. А еще ж увлекаешься, начинаешь чуть ли не облизывать этот микрофон. Вот так вот, да. Губы липнут. В мембране. Их железно. Так, вопрос, еще один вопрос от Лены. Коля, поздравляю. Теперь у тебя появилась возможность с телеэкрана передать привет своей маме. Оторвись там на Латвийском море. Успехов. Спасибо большое. Пожелание. Инна, привет. Коля, любишь ли ты сладкое? И вообще, какое твое любимое блюдо? Я сладкое, наверное, да. Но с чаем люблю сладкое. Я люблю сникерсы. Я не знаю, почему это. Это, наверное, брендомания, когда сникерс из-за того, что торчит на каждом бигборде, считается самой вкусной шоколадкой. Но я его почему-то люблю. Да. Что я из еды предпочитаю? Да сложно сказать. Все, что угодно, любой герой становится занудой. Как бы я сильно не любил шашлык, но я, поев его два дня, на третий день стану, начинаю его ненавидеть. Так что сложно ответить на этот вопрос. Наверное, больше всего люблю то, что является для меня деликатесом. То, что недоступно в данный момент. Вот благодаря, скажем так, благодаря небольшим нашим политическим реформам, то, что для каждого было обыденным и, в принципе, пренебрегая им практически каждый, гречка стала вдруг резко одним из самых приятных блюд. И она исчезла с полки с гарнирами в пузатой хате. Что, конечно, не может не радовать. Юлька интересуется. Привет, Коля, ты очень классный. Спасибо. Скажи, пожалуйста, веришь ли ты в Бога? Да. Вы знаете, сложно однозначно. Мне очень понравилось, я, наверное, на этот ответ процитирую, есть песня группы Лиаби Струбецкой, которая вышла совсем недавно. Это песня из нового альбома, которая называется «Веселые картинки». Песня называется «Я верю». И там очень четко показана моя позиция, вернее, я также поддерживаю эту позицию, которая является позицией Сергея Михалка, насчет веры. Что есть что-то, там в припеле слова «Я верю в Иисуса Христа», «Я верю в Гаутаму Буду», «Я верю в пророка Мухаммада», «Я верю в Кришна», «Я верю в Гаруду». То есть, я верю, но во что конкретно, я ответить не могу. Я никакой религии не принадлежу. То есть, я не религиозен, но я верующий. Вот так, замутил, конечно, закрутил. Так, еще вопрос. Есть ли у тебя мечта и как ты работаешь над ее осуществлением? Например, моей большой мечтой есть спец с Колей Сергой в дуэте. Что для меня является мечтой? Да сложно не ответить на этот вопрос, потому что, скорее, мечта – это нечто сокровенное, интимное, и я никогда ни с кем ее делиться не буду, потому что я все-таки немного суеверен и считаю, что если ты ее произнес, озвучил вслух, то она не сбудется. Поэтому мечта – это мое глубокое, сокровенное. А насчет целей, которые все время меняются, такие мини-мечты, которыми мы стремимся, которых хотим достигнуть, как в ближайшее время, таких много. Вот сейчас одна из них – это рвануть на новой волне, получить премию Муз-ТВ и начать кататься активно по России. Записать альбом мы хотим уже поскорее, потому что, к сожалению, этот процесс все откладывается и откладывается, но он уже обещает и клянется начаться 16 апреля. Мы все запишем, и я думаю, что в июне вас порадят, а может быть, чуть-чуть позже. Так что целей много, на самом деле. Мечта одна. Цели знаете? Мечта, скажу. Как не пытайтесь. Так, что для тебя значит настоящая дружба и любовь? Желаю удачи, всем держу за тебя кулачки. Спасибо большое. Вы знаете, это тоже очень такой тяжелый вопрос, на него сложно ответить. Он такой очень всепоглощающий. Что для меня значит любовь? Наверное, на этот вопрос я отвечать не буду, это сложно. Что для меня значит дружба? Я могу сказать, что у меня есть любимый человек, у меня есть люди, которые меня любят, которых я люблю, мои близкие, которые, в принципе, обо мне заботятся, которые мне очень помогают, помогали и будут помогать, которым я по возможности помогаю и буду помогать. У меня есть друзья. С некоторыми я вот познакомился уже здесь, в Киеве. Мои самые лучшие преданные друзья обитают в Одессе. Это моя такая шайка, наша пацанская, Седя с узкими бондами. У меня есть брат, у меня есть сестра, мама, папа, Юлька моя. То есть я счастливый человек. Мне сложно описать, что такое любовь и что такое дружба, а, наверное, потому что я ими обладаю. Вот так. Юля. Так, тут какой-то блиц-опрос. Колька, привет, как дела? Разгадай четыре загадки. Первая. Под каким деревом сидит заяц во время дождя? Я думаю, в общем. Логично. Что такое синее золото? Синее золото? Это пьяная жена. Откуда родом снежная баба? Из другой снежной бабы. Откуда родом снежная баба? Хороший вопрос. А на свету? На свету к нам так или нет? Снежная баба у нас с этого, с первонационального. Так. Снежан. Так, ладно, это... Не, 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 скажи, 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 скажи. Не таи от меня таких. На свету к нам так и льнет, без нас и шагу не шагнет, но лишь настанет темный час и сразу покидает нас. Это был сложный вопрос, и я не успел словить его сути. Ну, я отвечу, это... Это Иноземцев. Андрей Иноземцев. Если нас слушаешь и читаешь, тебе больше приятно.